В 30-летней замужем осознанный выбор или трагедия. Самое интересное, что в нашем обществе сохранились некоторые нотки, которые были заметны после войны. Тогда действительно многих мужчин забрали на фронт и в поселениях остались лишь инвалиды или те, кто сумел скрыться. Почему нужно рано выйти замуж? Именно тогда популярностью пользовался любой мужчина и женщина стремилась максимально угодить ему, чтобы выйти замуж. Это связано было с минимальными шансами найти себе партнера в связи с их недостатком. Именно поэтому женщины, которые родились после Второй мировой войны, стали несколько иначе относиться к замужеству, но по-прежнему считали, что замуж необходимо выйти до 25 лет. Тогда считалось, что если женщина не вышла замуж до 25 лет, она является старой девой и никому не нужной. Сейчас настроения несколько изменились, но много людей считает, что если женщина до 30-ти лет не была замужем и у нее нет детей, значит с ней что-то не так. Однако ученые-психологи отмечают некоторый феномен, который связан с миллениалами. Это люди, рожденные в период между 1980 и 1990 годом. Сейчас этим людям примерно 29-39 лет. Это люди новой категории, у которых есть возможность откладывать принятие жизненно важных решений. Если раньше все жизненно важные решения принимались между 20-25 годами, то сейчас этот период растянулся. Большинство людей могут позволить себе откладывать принятие фундаментальных решений. Соответственно, женщины теперь в 30 лет не стремятся и не бегут выходить замуж. Это связано как раз с тем, что многие поняли и оценили преимущества жизни в одиночестве. Ведь действительно довольно много свободного времени, а также возможности проводить свою жизнь так, как хочется. Многие девушки отдают все свое свободное время карьере. Плохо или хорошо, если девушке 30 и она не замужем. Преимущество одиночества Преимущество одиночества Почему же женщина в 30 лет не замужем? Существует масса причин, основные из которых выделяют психологи. Причиной в большинстве случаев причиной одиночества является отсутствие подходящего партнера. Женщина не хочет выходить замуж за кого попало, особенно это часто случается с теми, кто имеет хорошее образование или даже два высших образования. Действительно образованные женщины имеют большие требования к партнеру, нежели те, у кого низкий образовательный уровень. Женщина, которая эрудирована умеет анализировать, с прагматичным подходом относится к выбору партнера для жизни. Если в 20 лет было достаточно широких плеч и красивых глаз, то после 30 женщина начинает принимать решения не страстью и сердцем, а думать мозгами. Теперь имеет огромное значение характер мужчины, его вредные привычки, уровень заработка, а также материальное положение. Женщина теперь не хочет выходить за слесаря, который не может связать двух слов в словосочетании. Еще одной причиной, по которой женщина к 30 годам не выходит замуж, это комплексы. Очень часто женщины, которые воспитывались в неполных семьях или там, где их обижали родители, возможно отчим или мачеха, страдают огромным количеством комплексов, большинство из которых абсолютно не соответствует действительности. Таким женщинам с детства говорили, что они уродливы, некрасивы и никому не нужны. Это оказывает определенный отпечаток на поведение женщины, она чувствует себя неполноценной, закомплексованной, никчемной. Именно поэтому она не верит в то, что кто-то способен ее полюбить. В таком случае единственно верный подход – это обращение к психологу. Нежелание менять привычный жизненный устой. Женщина к 30 годам уже привыкла жить определенным образом, отношения с близкими налажены, она имеет определенный быт. Поэтому изменение привычного жизненного устава ей кажется довольно сложным. То есть женщина находится в зоне комфорта, из которой ей не хочется выходить. Ведь после замужества необходимо искать новое жилье, менять свой привычный ежедневный образ жизни. Это сказывается на том, что женщина просто отказывается от брака. Ведь после замужества необходимо будет много времени уделять мужу, если вскоре появятся дети, то о фитнесе, и уже не с подругами можно будет просто забыть. Чрезмерная самоуверенность Действительно, многих мужчин пугает излишне самоуверенная женщина, которая знает, чего хочет. Ведь по своей натуре большинство мужчин являются доминантными и привыкли руководить в этой жизни. Соответственно, они не готовы жениться на женщине, которая берет все в свои руки. Маниакальное желание выйти замуж Мужчина действительно чувствует это на интуитивном уровне и всячески избегает таких женщин. Соответственно, в таком случае необходимо ослабить свою хватку и не вешаться на первого встречного мужчину, который проявит к вам знаки внимания. Еще одной причиной отсутствия мужа у женщины после 30-ти это завышенные требования. Женщина очень сильно себя ценит, поэтому попросту не готова связывать свои отношения с кем попало. В таком случае необходимо обратиться к психологу для того, чтобы реально оценить свои возможности и вероятность выйти замуж вообще. Наличие детей В большинстве случаев матери-одиночки действительно не спешат выходить замуж и посвящают себя детям. Многие считают такой подход неверным, так как думают, что счастье можно построить только со второй половинкой. Как показывает практика, такие женщины являются довольно самодостаточными и не спешат выходить замуж, поэтому полностью отдаются детям. Выйти замуж после 30-ти реально ли это статистика? По мнению профессора Джона Мировский из Техасского университета идеальное время для рождения первого ребенка это 34 года. Именно к этому возрасту достигается оптимальный баланс между здоровьем женщины и ее материальным благополучием. Шансы выйти замуж после 30-ти лет мужчины в своем большинстве либо находятся в браке или в войске, но при этом не спешат связывать себя узами брака. Это связано с тем, что психологическое отношение к одиночеству у мужчин и женщин несколько отличается. У мужчин в возрасте 30-40 лет желание завести семью пока не так ярко выражено, как у женщины 30 лет. Они думают, что у них есть время подождать, в то время как женщины после 35 лет уже всерьез задумываются о семье и детях. Уходит биологическое время и женщина с возрастом не молодеет. Как ни странно, но среди многих незамужних женщин имеются и те, которые имеют постоянного партнера, но при этом замуж выйти не могут. Обычно это случается в отношениях с женатым мужчиной. Чаще всего это происходит, когда женщина в возрасте 20-25 лет случайно встречает женатого мужчину и у них завязывают соотношения. При этом женщина по-прежнему надеется, что любовник разведется со своей женой, но этого не происходит. Таким образом, женщина теряет свое время и после 30 лет остается одинокой. В связи с этим шансы выйти замуж у нее существенно снижаются. Как отмечают психологи, в связи с улучшением уровня жизни, действительно многие пары вступают в брак гораздо позже, чем это было 50 лет назад. Раньше нужно было сразу выскочить замуж, а потом уже смотреть, что и как происходит. Сейчас все происходит наоборот. Теперь в первую очередь девушка хочет найти действительно достойного партнера и не спешит связывать себя узами брака с кем попало. Для того, чтобы в паспорте появился штамп, это связано с повышением образовательного уровня, а также улучшением благосостояния большинства граждан нашей страны. Действительно, после 30 лет свободных мужчин гораздо меньше, нежели женщин. В большинстве случаев это люди с какими-то комплексами, недостатками характера или вредными привычками. Среди девушек после 30 очень много старых дев, которые никогда не были замужем, а также женщин с детьми. Продолжение следует...